Ислам разделен на шиизм и суннизм. Это самые большие течения этой религии. На протяжении столетий они неоднократно втягивались в противостояние друг с другом и не только из-за религиозных разногласий. Согласно Всемирной христианской энциклопедии, ислам проповедует 1 миллиард 200 миллионов человек. Это около 19% населения планеты. Из них суннитов 1 миллиард 16%, шиитов 170 миллионов 3%. Итак, давайте же сегодня узнаем, почему ислам расколот на два таких больших течения. Поехали! Причины раскола. Раскол в исламе произошел вскоре после смерти пророка Мухаммеда в 632 году, когда мусульманский восток охватила волна вероотступничества. Арабы погрузились в пучину смут и раздора. Среди последователей пророка возник спор, кому должна принадлежать духовная и политическая власть в арабском халифате. Ключевой фигурой в разделении мусульман стал двоюродный брат и зять Мухаммеда, праведный халиф Али ибн Абу Талиб. После его убийства часть верующих считала, что только потомкам Али принадлежит право стать наследными халифами, так как их связывают кровные связи с пророком Мухаммедом. В итоге победила большинство, которое выступало за выборных халифов. С тех пор за первыми закрепилось название шиитов, приверженцы Али. Вторые стали именоваться суннитами, следующие священному преданию суннам. Это коренным образом повлияло на распределение сил. Сунниты на протяжении столетий доминировали на арабском востоке, в то время как шииты вынуждены были оставаться в тени. Сунниты — это, в первую очередь, история таких могущественных государств, как Амиядский и Абасидский халифаты, а также Османская империя. Шииты — их извечная оппозиция, подчиняющаяся принципу «такия» — благоразумие и осмотрительное. Вплоть до конца 20-го столетия взаимоотношения двух ветвей ислама обходились без серьезных вооруженных столкновений. Противоречия Различия между суннитами и шиитами в первую очередь касаются не догматики, а религиозного права. Несовпадения позиций двух исламских течений затрагивают нормы поведения. Они отражаются на характере праздников и отношений к иноверцам. Однако некоторые течения суннитов понимают это в буквальном смысле. Так, у талибов Афганистана каждая деталь внешнего вида строго рекламентирована, вплоть до размеров бороды. Шиитам догматизм суннитов неприемлем. Коран – главная книга для любого верующего мусульманина. Но для суннитов не меньшую важность приобретают сунны. Это свод норм и правил, основывающихся на примерах из жизни пророка Мухаммеда. По мнению суннитов, точное следование предписанием сунн – кредо правоверного мусульманина. Но сперва я хотел бы порекомендовать канал моего товарища Александра. На канале в простой и наглядной форме подается совершенно новый взгляд на человека и закономерности, происходящие с ним. Главным отличием другого взгляда на человека является то, что психика и психическое состояние человека рассматриваются как следствие мышечных зажимов, которые находятся непосредственно в теле. Таким образом, наша психика и наше поведение напрямую зависят от тех психологических мышечных зажимов, которые мы имеем. И если правильно устранить эти участки напряжений, можно автоматически достигать очень сильных психологических результатов. Например, избавиться от внутреннего диалога, мысли крутки, заниженной самооценки, неуверенности и зажатости в общении с людьми, а также хронического стресса, тревожности, и даже панических атак. Перестань искать, сконцентрируй свой мозг, и у тебя, вот обещаю, не останется больше никаких вопросов на эту тему. С их точки зрения это порождает различные радикальные течения, такие как ваххабизм. В свою очередь, суниты считают ересью традицию, согласно которой шииты называют своих аятолл, это такой религиозный титул, посланниками Аллаха. Суниты не признают непогрешимость людей, в то время как шииты верят, что имамы непогрешимы во всех делах, принципах и вере. Если главные мусульманские праздники Ураза-Байрам и Курбан-Байрам отмечаются всеми мусульманами, согласно одним и тем же традициям, то в день Ашура существуют расхождения. В настоящее время в некоторых шиитских общинах сохранилась практика, когда под сопровождение траурных песнопений верующие наносили себе кровоточащие раны мечом или цепями. Для сунитов этот день не отличается от любого другого траура. Расходятся суниты с шиитами и в оценке временного брака. Суниты считают, что временный брак разрешил пророк Мухаммед во время одного из своих военных походов, однако вскоре его же и отменил. Но шиитские проповедники, ссылаясь на один из аятов, признают временные браки и не ограничивают их количество. Исламская революция Исламская революция 1979 года в Иране коренным образом повлияла на взаимоотношения сунитов и шиитов. Если в 50-е и 60-е годы 20-го столетия вслед за обретением арабскими странами независимости был взят курс на их сближение, к примеру, браки между сунитами и шиитами считались нормой, то теперь арабы оказались втянуты в открытое вооруженное противостояние. Революция в Иране способствовала росту религиозного и национального самосознания шиитов, которые заметно укрепили свои позиции в Ливане, Ираке и Бахрейне. Сунитским большинством Саудовской Аравии это расценивалось как иранская экспансия, и саудиты незамедлительно вступили в соперничество с постреволюционным Ираном. Уже давно нет халифата, за власть над которым когда-то сражались суниты и шииты, а их теологические разногласия настолько незначительные, что не могут послужить причиной войны. Было очевидно, что шиитско-сунитское противостояние из религиозного русла окончательно перешло в политическое. Например, Ирано-Иракский конфликт рассматривался с позиции войны персов и арабов, а для США, вторгнувшихся в Ирак в 2003 году, это был вопрос поддержки шиитского меньшинства, угнетаемого сунитским режимом Саддама Хусейна. Но растущая популярность идей шиизма и влияние Ирана в первую очередь беспокоили Саудовскую Аравию. Ну а на этом все. Я также хотел бы спросить, если на моем канале мусульмане, и если да, то какого течения ислама вы придерживаетесь, шиизмом или суннизмом? Также напишите, пожалуйста, из какой вы страны или республики в составе РФ. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки и до скорого!